всем привет с вами Светлана Бугела и добро пожаловать на мой канал сегодня понедельник 28 августа это означает что до окончания лета осталось всего несколько дней и уже в эту пятницу ваши детки пойдут в школу услышат первый звонок у них начнется новый учебный год конечно у деток постарше первого звонка не будет на новый семестр также начнется это видео я хочу посоветить вашим детям а именно дочерям потому что конечно мой канал имеет бьюти направленность а бьюти подкованность наших девочек она совершенно иная чем у нас с вами потому что мы совершенно иное поколение если вам как и мне например 30 плюс или может быть вы чуть младше но это не имеет значения у нас с вами не было такого бьюти образования как есть у современных девушек которые постоянно смотрят с экранов своих телефонов с экранов планшетов смотрят каких-то бьюти блогеров постоянно обучаются макияжу поверьте мне макияжа не знают намного больше чем мы с вами вместе взяты но просто очень часто они смотрят некачественный контент и до отсюда перегруженные лица декоративной косметикой чересчур перекрашенные брови и так далее и вы знаете как бы вы с этим не боролись как бы вы не объясняли своей дочери что не нужно этого делать и ты чересчур много накладываешь на свое лицо и ты выглядишь но как-то очень взрослые так далее вы ничего и не докажете потому что ее воспитывает веяние бьюти блогеров и каждый бьюти блогер постоянно рассказывает одно и то же принципах контурирования лица а выравнивание тона кожи использование корректора бронзера хайлайтеры геля для брови и так далее да то есть ваша дочь постоянно как бы зомбирована этими видео хотите вы этого или нет но так это и есть поэтому позаботьтесь о том чтобы ваша дочь наносила качественный продукт на свое лицо вы не можете повлиять на до ее отношение к макияжу но вы можете дать ей инструмент который не испортит ее кожу а только до будет за ней ухаживать и девушка будет гордиться тем что у нее есть самостоятельная косметичка у меня в детстве в подростковом возрасте не было своей собственной косметички поэтому я таскала в тайне от мамы ее косметические продукты я думаю что очень много ваших дочек повторяет да этот шаг и тогда я вспоминаю это была ленинградская тушь какие-то зеленые тени да даже не тени какой-то перламутровый гру голубой карандаш это было как это яркая помада и конечно взрослой женщине это смотрелось в то время актуально ну на подростке это выглядело ну совсем не очень поэтому знаете вот очень часто я выглядела не так как должна была выглядеть молодая девушка а макияж и вообще по моему начал накладывать 13 лет конечно чем чаще ты ну хочешь выглядеть более старше тем больше макияжа ты на себя накладываешь и уже к 30 годам я поняла что нам хочется выглядеть моложе да к 30 годам я начала носить кеды кроссовки на постоянной основе мне уже не хотелось носить какие-то вызывающее обтягивающее платье коробки и юбки мне уже хотелось свободы мне хотелось и какой-то игривости и в макияже то тоже самое ваши девочки конечно же они делятся на два лагеря очень много девушек которые действительно очень аккуратно и деликатно подходит к теме макияжа но большинство все-таки продолжают бороться за быстрое взросление и не все делать для этого прежде всего я конечно хочу вас попросить чтобы вы начали с правильного ухода для вашей дочери конечно собирая в школу вы приобретаете да там какую-то школьную форму приобретайте нижнее белье приобретайте тетрадки ручки там какие-то сумочки и так далее там спортивную форму но очень редко мамы инвестируют в правильный уход за кожей подростка и как говорится береги здоровье с молодости то же самое береги кожу с молодости если бы когда-то мне кто-то объяснил что подростковая кожа также требует тщательного ухода что она требует сбалансированного ухода что нельзя все подряд наносить на свою кожу и как это было в студенческие годы листались какие-то каталоги образы покупалась все что находилось на каких-то акциях все что имела доступные какие-то деньги и наносилась на лицо и к 18-20 годами кожа была полностью и испорченной вот чтобы этого не произошло с вашим ребенком обязательно позаботьтесь и подарите ей прежде всего ботаническую систему по уходу за кожей лица я держу в руках только тоник но вы понимаете что в ней есть очищающие средства отшелушивающий скрабик тонизирующие средства и два вида увлажнения это со спф-30 и просто увлажняющий гель обязательно позаботьтесь об уходе девочки вашей за кожей потому что бьюти воспитание должно исходить от мамы и если вы будете правильно наносить до нее информацию поверьте ваша дочь сохранить свою красоту намного намного дольше чем мы с вами я уверена что у ребенок до подросток все равно имеет карманные деньги и как бы вы того не хотели она все равно пойдет магазин и купить что-нибудь да из бьюти сферы для себя но неизвестно какого это будет качество поэтому предупредите ее глупости и дайте ей возможность ухаживать за собой правильно угольная маска это то средство которое вы можете разделить пополам до пользоваться вместе потому что и вам и ей нужны чистой порой а угольная маска она в этом вам помогает я не очень много рассказывала потому не буду останавливаться на это ну и что касается бьюти косметички тут целая целая косметичка конечно я понимаю что с финансовой точки зрения это все очень тяжело сразу позволить себе можно до приобрести какие-то там первое первоначальное средство и постоянно формировать косметичку можно давать возможность вашей дочери зарабатывать может быть вы можете ей давать какие-то обязательства которые она может выполнить и тем самым зарабатывать себе на декоративную косметику будьте партнером не будьте соперницы не будьте каким-то протестантом против того что она делает то что юношеский максимализм никто не отменял что же я положил в эту косметичку конечно это косметичка она зависит того сколько лет вашей дочери и если она еще совсем маленькой конечно будет достаточно может быть туши для ресниц и блеска там какого-то бальзама для губ но если дочь уже немножечко постарше и она уже понимает что такой макияж вы видите что на в тайне подкрашивается даже если вы запрещаете дома наносить макияж поверьте мне вообще это ничего не решает когда мне папа запрещал наносить макияж или одевать короткую юбку я с ним до соглашалась улыбалась выходила шла через дорогу подружки снимала штаны наносил макияж и прекрасно себе шла и знаете вот ну зачем заставлять вашего ребенка вас обманывать будьте партнером еще раз повторюсь и имейте доверительные отношения поэтому это косметичка это очень такая классная инвестиция ваши очень хорошие отношения с вашей дочерью ну прежде всего это конечно тональный сиси крем либо светлый либо средний оттенок зависимости от того какая ваша девочка какие кожи у нее и так далее почему она не может пользоваться вашими продуктами то что у нее должна быть своя свой уровень ответственности своя да такая тайна косметичка которую она будет беречь которые за которым будет ухаживать за который не будет отвечать они просто хаотично квецит то что есть у вас поэтому все собственный тональный сиси крем прекрасно подходит и для взрослой кожи для молодой кожи потому что обладает такими преимуществами которые позволяют защитить от окружающей среды позволяют защищать от ультрафиолета дополнительно увлажнять и так далее легко максим и маскировать при этом не нарушая до естественной природной красоты вашей дочери корректирующие средства для зоны вокруг глаз персиковым оттенки знаете принципе можно это средство упустить но поверьте мне она все равно пойдет и купит корректор под глаза потому что ну студент или ученица до старших классов и темные круги под глазами мне кажется что это вот между этими двумя понятиями можно поставить знак равенства бессонные ночи на какие-то учебники и может быть какая какие-то вечеринки так далее но очень темные круги под глазами это тоже самое время и могу сказать что есть какие-то нюансы на лице которые тоже нужно можно замаскировать именно корректирующим средством так как тональный сиси крем он очень легкой текстуры но вы уж смотрите корректор под глаза я бы тоже положила то что это вообще очень такая деликатная легкая зона если на нее накладывать какие-то средства ну не очень удачные поверьте мне что девочка быстренько испортит свою кожу тоже для ресниц с эффектом удлинения вот я последнее время ее постоянно использую мне очень нравится эти пушистые легкие реснички не перегружены не утяжеленные лишним слоем туши очень легко смотрятся а тем более что в подростковом возрасте у всех девочек практически ресницы в хорошем состоянии в хорошем природном состоянии поэтому если тушь то тушь с эффектом удлинения она даст легкость даст одну такую легкую прокрашенность и не перегрузит реснички это гель для бровей вот так он выглядит да я знаю что во многих отделениях этого средства нет но в украинском отделении нам повезло я думаю что в некоторых отделениях он тоже есть это потрясающая штука вот за гель для бровей ваш ребенок вас просто расцелует обнимет то что брови это вообще не что это тренд и со всех источников звучат разные какие-то советы о бровях так далее гель для бровей просто на пике популярности поэтому он стоит 3 копейки он очень умеренно в цене и хватит это на несколько учебных лет потому что гель для бровей просто реально крутой это конечно же бронзер и хайлайтер потому что это на уровне с гельным для бровей то без чего современный подросток не может обойти то что уж подросток я не могу обойтись ни в одном до фактически макияже без контурирования лица очень люблю эти два продукта их также можно использовать в виде теней и вот у меня сегодня макияж выполнен полностью этими продуктами которые я вам показываю я записала этот макияж для вас но как оказалось картинка была плохого качества такое бывает у меня такое случается часто поэтому приходится заново перезаписывать видео на макияж я уже естественно сделать не успею так вот в качестве теней у меня нанесены всего два продукта корректирующая осветляющая золотистая пудра поверьте мне ваша дочь будет вам неистово благодарна за то что мама в таком тренде далее я хотела бы сказать о бровях чтобы ваша дочь не вырисовывала какие-то брови в стиле фриде колода которая одна монобровь чтобы она не использовала какие-то причудливые карандаши для бровей так далее просто подарите и качественные тени для бровей хватит очень надолго выберете оттенок в зависимости от типа внешности если она темненькая смугленькая значит тени эспрессо если светленькая тени лесной орех поверьте мне это тоже необходимая необходимая покупка далее я бы рекомендовала нежный румянец румяна очень красивые такого персикового оттенка до румяна которые подойдут всем и вся очень красивые которые будут освежать повторюсь они также есть на мне губная помада ничерл бафа почему не блеск для губ потому что мне кажется что вот такая легкая светленькая губная помада для подростка будет самое но поверьте она оценит потому что этот оттенок тоже в стиле наверное ким кардашьян и ваша дочь будет удивлена почему ее мама такая продвинутая да и подарила ей такую крутую помаду которая стойкая которая не сияет из космоса до не вызывающего оттенка поверьте она будет просто безумно счастлива в качестве пудры если вы хотите поощрить еще своего ребенка пудрой положите и просто компактную минеральную пудру ей этого абсолютно будет достаточно ну и конечно же нельзя обойтись и без кисточек потому что кисти у нее должны быть собственные кисти это средство лично скажем так гигиены подобные наверное зубной щеткой которые у нее же есть собственная зубная щетка она же не пользуется вашей почему она тогда должна пользоваться вашими кистями тем более что у подростков очень часто бывают проблемы с кожей и для того чтобы она не наградила вас какими-то нюансами на лице обязательно дайте ей свою кисть за которую она будет отвечать которую она будет промывать ухаживать за ней это три кисти кисть для нанесения тона почему эта кисть важна потому что тогда ваш ребенок будет знать меру она не будет клацать на лицо грязными руками если вдруг она не очень щепетильно относится к личной гигиене большие до количества тональной основы кисточкой всегда получается положить средство намного меньше соответственно макияж будет смотреться намного естественнее кисть для бровей потому что без хорошей кисти для бровей не получится красивая форма и она опять же на квацет на брови непонятно что и они будут выглядеть совсем не так как вам бы хотелось ей бы тоже но есть для пудра она же будет и кистью для румян вот три кисточки может быть она себя дополнит уже косметичку какими-то кисточками для теней но вот эти три кисточки это просто базовые кисти которые обязательно положите ей в косметичку я не знаю как бы я была бы счастлива если бы когда-то в свое время моя мама сделала мне такой подарок я была бы наверное на седьмом небе от счастья но смогла позволять себе такие косметические продукты уже достаточно зрелом возрасте если у вас есть возможность и вы любите свою дочь и считаете что она должна быть самой лучшей а это наверное считает каждая мама без исключения позаботьтесь о том чтобы в ее косметички лежали только качественные продукты это очень важно и ни в коем случае не вступайте в конфликт с вашим ребенком умейте договаривайтесь будьте партнером подругой для того чтобы она вам во всем всегда доверяла а с вами была светлана бугела спасибо за внимание надеюсь что это видео было полезно актуально и заботьтесь о ваших детях потому что дети это наше все и пока